Участок мы получили как многодетная семья в 2015 году. С 2016 начали строиться, начали добиваться от администрации, чтобы нам сделали здесь коммуникации, подъезды хоть какие-нибудь. В 2019 году построились, заехали жить в дом. Вот с 2019 года мы проживаем в этом доме. Ну, скажем так, и с 2015 года сдвигов никаких абсолютно, ни по коммуникациям, ни по дорогам. А сейчас, на данный момент, у нас встала проблема такая, что дорога есть, дорога грунтовая. Но есть жильцы по адресу Степана Райзена, 28. У них есть выгребная яма. Она никем не обслуживается, ни управляющей компанией, ни администрацией города. Жильцы откачивают эту яму сами, насосом, со шланга. И откачивают нам все это на дорогу. Поэтому периодически у нас заливается подъезд к дому, к дому мы подъехать абсолютно никак не можем. И никто абсолютно не реагирует. Участковый не хочет с ними связываться, говорит, ну, там бабушки, дедушки, ну, что я могу, говорит, сделать. То есть ни штрафов за весь год, ни одного штрафа не было выписано жильцам за то, что они делают. Вот, пожалуйста. Снова качают. Здравствуйте. Вы зачем опять туда качаете? Вы зачем опять туда качаете? Кто качает? Вы зачем колодец качаете туда? Я вот сейчас вот этим видео поеду в прокуратуру. Да ради бога. Ну, ради бога. А вы объявляйте, знаете, куда? Дайте, как я? Объявляйте. Я уже в следственный комитет написала, не переживайте. Ну, нам же пообещали выкачивать. Почему не выкачивать? А вы сами обращались? Уже все приватизировали, уже все документы отдали. Все. А с водоканалом вы договор заключили? Заключили. Все. А вы звонили в водоканал? Ходили. Приехал мужчина, посмотрел, сфотографировал, уехал и п*** на этом. Ясно. Теперь все. Теперь что? Вы придете ко мне канализацию кичать в квартире. А вы мне скажите, я домой, как доеду? У меня там озеро стоит. Вашего, простите за выражение, какашки. Вы не ругайтесь. Нет, я вас тоже понимаю. Но у меня четверо детей. Вы мне дорогу там заливаете. Наш. Ну, вы ездили когда раньше. Какой дорогой? По этой дороге. Она у нас тут официально должна быть. Вы раньше ездили по другому. По полю. А теперь у нас здесь дорога. Да, она официально должна быть здесь у нас дорога. А почему вы не обращаетесь, которые нам обещали выкачать эту канализацию? Я обращаюсь. Я уже и в следственную писала, в прокуратуру писала, в природоохранную прокуратуру писала, в Санкт-Петербург писала. Приняли все. Ваша управляющая уходила. Наша управляющая приехала. Женщина вот такая, как вы. Приехала, сфотографировала. Все. Теперь женщина больная. На двух костылях ходит. Не может она выкачать. Мы все собираемся эту. А почему вы бочку не нанимаете? Так нам пообещали. Зачем нам бочка ваша? Приезжал сотрудник прокуратуры. Тоже посмотрел. Дал обещание, что они больше. Беседу с ними, с жильцами провел. Дали мне обещание, что больше они качать не будут. Что земельный комитет будет как-то выделять землю под этот колодец, так как эта земля ничейная. Абсолютно. Ну, в общем, пообещали мне, что больше такого не будет. Но, к сожалению, все обещания обещаниями. Жильцы как качали свою канализацию к нам на дорогу, так они и продолжают качать. Только теперь они, чтобы их не увидели, они качают это ночью. То есть утром мы выезжать в школу, в детский сад, мы выехать не можем. Потому что мы выезжаем, а у нас там вода стоит. Вода, каша, все вот это. А дорога грунтовая, это все перемешивается, превращается просто в болото. Ехал спокойно на первый. Японский городовой. Ты смотри, как она до земли клея. Вот на данный момент, вот мы вчера не поехали в школу. Вот сегодня подморозило, слава богу, скажем так. А вчера мы не смогли даже выехать. Потому что дожди, плюс то, что они налили, все это перемешалось, и это просто ядерная смесь. Следственный комитет у нас здесь приезжал. Сам Говрунов здесь был. Все видели, все зафиксировали. Завели уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, и тоже вот приехали, посмотрели, пофотографировали, сказали, будем решать, и тишина. Ну, вот даже кирпичи сами себе заготовили на весну, на случай, когда дорога будет таять, чтобы хоть где-то что-то как-то подложить, чтобы можно было выезжать. Вот сами себе сделали прожектора во дворе. Вот у нас один с этой стороны, один прожектор с той стороны, чтобы освещать двор. Только так. А уличного освещения нет. И снег мы зимой чистим тоже сами, своим снегоуборщиком. Потому что от администрации не дождешься, чтобы они сюда пригнали. В прошлом году говорили, что сделали грядирование. Пришел ответ от Плеханова Дмитрия Петровича. Но грядирования по факту не было, потому что трава в прошлом году стояла с мой рост даже выше. Они прислали, что 19 июля сделали грядирование. Но ни грейдера, ничего мы не видели. Они, правда, в сентябре прислали нам сюда грейдер в дождливую погоду. А мы как раз только чуть-чуть, немного своими силами сделали дорогу, чтобы детей в школу можно было водить. И нам грейдером все разбомбили здесь, всю дорогу. Никто даже так и не восстановил. Мы своими силами потом все это с лопатами ходили, опять все подравнивали, чтобы хоть как-то выехать. В общем, у нас на СНТ «Сливка» выделено 52 участка, но в связи с тем, что часть участков оказались в овраге непригодны для индивидуального жилищного строительства, 12 участков были отозваны как непригодные для строительства. Вот осталось порядка 40 участков. В общем, вот у нас на той половине через дорогу, через асфальт у нас участки, ну, там более ровные, они там побольше, чем мы здесь застроились. А мы вот, к сожалению, здесь одни. Вот уже три года здесь живем одни, больше пока вот нет никого. Вот. А когда в администрацию обращаемся, там, в администрацию, в ЖКХ, вот, чтобы хоть чем-то нам отсыпали, как-то вот посодействовали, вот как вот с жителями по поводу канализации. Денег нет, финансов нет, там постоянно приходят письма, что на этот год не запланировано, вот, что дорога не стоит у нас, как официально, на балансе не стоит, что они не могут на нее выделить денежные средства в связи с тем, что она не находится на балансе города. То есть, когда это вообще все будет сделано? Наверное, когда дети вырастут. Мы бы хотели обратиться к Бастрыкину, Александру Ивановичу и Краснову Игорю Викторовичу с просьбой помочь нам решить данную ситуацию с коммуникациями, с дорогами, с освещением, потому что живем мы здесь одни и очень тяжело. Вот. По поводу течи с этого дома Степана Разина, 28, потому что своими силами, к сожалению, на нас никто внимания не обращает и никак не реагирует.